добрый вечер это уже еженедельная рубрика карантин live где я его курдив и мои коллеги друг николай лешиц обсуждаем последние события недели в грузии и мире говорим о коронавирусе фейках и правде об этой пандемии которая нас всех застигла врасплох скажем так коля привет всем добрый вечер добрый день в грузии мы можем для начала сказать что ситуация слава богу идет на поправку во всяком случае пока что потому что все со планеты обещают вторую волну этого коронавируса на данный момент мы все вот постриженные симпатичные не надо мучиться что нельзя пойти в парикмахерскую все открылось наверное это главные новости коль если можно в двух словах может расскажешь что сейчас происходит в этом плане да сегодня у нас 22 мая соответственно последний день режим чрезвычайного положения в грузии с здесь забавный немножко юридический такой казус получился а сегодня комендантский час будет действовать 21 00 до 12 часов до нулей можно сказать так что три часа потом соответственно можно гулять выходить на улицу ездить вот были сейчас прошел град даже молнии дождь но сейчас погода на ла наладилась и люди даже я знаю что закупали салюты то есть отметить этот вот двухмесячный карантин в котором мы находились да здорово это правильно надо отмечать завтрашнего ну как с ночи убирают ограничения связанные с пассажирами в машинах то есть ну было что нельзя больше трех человек и оба пассажира сзади сейчас это убирают оставляют только для такси что очень правильно мы много говорили в начале зачем это делать для всех потому что семья вместе живут вышли понятно что ничего не сделаешь ну как раз и за такси явно что сейчас во-первых эпидемиологическая ситуация нормальная слава богу во вторых они могут уже точечно есть ресурсы точечно следить за такси чтобы они правила не нарушать ну что у нас значит магазины работают парикмахерские салоны работают в общем уже все практически работает но ресторанов я могу да она немножечко еще раз дополнить у нас получается летние террасы открываются 7 июня кафе и ресторанов а внутри заведения бар кафе и рестораны могут работать с 15 июня и действует у нас ограничение на собрание количество 10 человек и одно из тоже что ли что люди ждут и что вот пишут постоянно фейсбуке в комментариях телеграме или везде-везде это не работает общественный транспорт вчера премьер-министр грузика хари сказал что мы пока применим вот этим вот может быть самым важным сейчас пунктом потому что люди конечно переживают так денег много и безработицы еще и на работу приходится добираться там какими-то окольными путями собираются я знаю там несколько человек заезжает там автобусы попутчиков ищут вот наверное вот такое основное метро делись и не работает вот это вот очень ждут торговые центры тоже пока закрыты тоже в общем-то в них уже идет сейчас вывешивают одежды я видел здесь ближайшем торговом центре сгорит свет работают эскалаторы но пока отложили вот торговые центры значит не работают в масках обязательно нужно быть закрытых помещениях не работает общественный транспорт и количество человек собраний больше 10 да но это все в общем и целом довольно таки в нормальном режиме проходит с ограничения потихоньку снимаются надо сказать что на этой неделе пока мы не перешли к другим темам на этой неделе власти грузии через парламент проводят закон о том чтобы разрешить себе вводить комендантский час и другие ограничения не вводя в стране чрезвычайное положение что означает что это надо согласовывать паров парламенте то есть получить право в связи с пандемией коронавируса в данной ситуации на введение ограничений так сказать единолично ну я просто хотел бы двух словах сказать что я честно говоря не не очень хорошо оцениваю подобные изменения хотя она уже первом чтении прошло не нужно гордиться и все да да ты можешь быть смотрел последние новости от буквально пары часов назад о том что договорились о таком разумном компромиссии о том что эти ограничения будут действовать до 15 июля потом а давайте законопроекта будут пересматриваться конечно это как ты прекрасно понимаешь это сейчас будет дает стал это будет пересматриваться в октябре много разных политических событий в грузии и а вторая волна коронавируса которая обещает вернуться ты мне по-моему сегодня говорил что в грузии и анонсируется ноябре я разговаривал с европейскими странами они говорят что это будет октябрь посмотрим в любом случае надо внимательно следить как мы говорили в начале чтобы всякие разного рода ограничений возможности дополнительные у власти не появились после этой пандемии не неважно как хорошо в грузии хорошо слава богу справились волной распространения вот ну наверное это основные новости коронавирусу ты хотел добавить что-то нет я хотел именно да прежде чем прийти может быть к миру немножечко еще вот про грузию несколько вопрос меня тоже спрашивали задавали по поводу отставки министра примирения согласия но еще раз это отставка да это отставка была известна скажем так еще в декабре месяце и до конца декабря лежали на столе документы и по отставке транс хилашвили госминистра по реинтеграции там очень длинное название значит также главы службы разведки которого в январе убрали с поста и отправили послом и также было известно скажем так узких хорошо известно в узких кругах что будет отставка 15 ваш или она тоже отправится послом в австрию ну вот это случилось сейчас они в январе я не стал бы никак это оценивать самое интересное что это министерство будет делать дальше она очень важная для грузии она занимается оккупированными территориями несет на себе так сказать груз в том числе заботы о людях которые живут на линии их оккупации я не могу сказать что при всем уважении это очень хорошее министерство очень хорошая была госпожа министр госпожа киталанский хилашвили но в общем мнение власти и мнение большинства гражданского общества по политике в связи с оккупацией сильно отличается я бы это так прокомментировал поэтому сейчас больше важно кто и какой курс возьмет в этом госминистерстве и какие будут действия предприниматься я бы в этом направлении отметил то что служба госбезопасности грузии только за последние там недели и сегодня и за последние несколько недель сами что очень красиво и интересно потому что раньше для этого требовалась большая волна гражданского или протеста или возмущение в социальных сетях сами начали рапортовать о разного рода нарушениях сонного режима передвижения российских вооруженных сил на линиях оккупации без необходимости чтобы это делали активисты но это хорошо надеюсь что они будут продолжать это делать и более активно потому что сожалению активистов которые занимались грузии патрулированием линии оккупации из-за пандемии вирусов и того что власти поддерживают собственно никто их особо не поддерживает просто уже нет даже финансовых средств чтобы это делать не говоря о том что с сентября 2019 года всех активистов журналистов и остальных товарищей но не совсем в общем допускают до линии оккупации с этой политикой я тоже никак не согласен поэтому еще раз вот это в госминистерство она очень важная очень нужная но очень важно как и что она делает поэтому будем следить и наблюдать ты еще сегодня очень интересно да да скажи о том что там всего буквально опять на днях вот села мерить и в корейском районе опять проходят я так понимаю незаконные действия это да во первых незаконные действия во вторых просто зашли и вышли погуляли и вышли как было год назад чтобы было понятно аудитории который не взять грузии значит вот просто люди в форме значит стоит стороны со стороны оккупированной федерации с оружием с автоматами заходят грузинские села гуляют там и фотографируют и уходит обратно вот такой случай был по моему год назад но ты помнишь такой же случай произошел сейчас вам может быть кажется что это такое не очень страшное да нет это страшно и потому что это не единичная ситуация один из 150 случаев в месяц когда так или иначе нарушается либо суверенитет грузии либо права людей которые там живут поэтому это очень как бы опасно всеми этими действиями единство что делают это скажем так давят на грузию хотят здесь сеять там какие-то страхи и паники я просто напомню что вчера позавчера я уже не могу сейчас точно сказать кгб так называемый южной осетии распространила информацию о том что миссия наблюдателей евросоюза которая есть на линиях оккупации чет там нарушает ездить с какими-то неопознанными машинами в общем ухо страшно как все происходит хотя это машины скорой помощи которые всегда сопровождают уже сколько там лет они находятся после войны всегда сопровождают миссию наблюдатели потому что это обязательное правило и они начали опять до раздувать свое там присутствие напоминать грузии что вот ребята мы тут у нас автоматы танки базы не забывайте окей мы не забываем все нормально вот следим так сказать очень внимательно за всем да про новость которую ты сказал что да и сегодня днем она появилась примерно в 17 часов в уголовный кодекс грузии добавили статью 343 часть 1 который предусматривает наказание для изготовителей распространения карт страны без абхазии южной осетии причем как печатных так электронных там афишки лица штраф будут платить около 50 долларов юридически около 100 а есть соответственно это будет повторно это там до двух лет решения свободы даже наказание да это очень хорошо это связано с многими кейсами в разных электронных онлайн системах где такие или иные карты это связано много было скандалов за все это время с обозначением оккупированных территорий также с печаткой продукции тут единственный вопрос что они будут делать например с туристами которые приезжают сюда с какими-то своими картами и же никто или это именно за изготовление да и печать за изготовление распространения распространения да ну тогда это другая ситуация ну понятно не это очень хорошая хорошая инициатива и вообще я говорю что вот сгб начало там что-то сообщать аудитории что происходит но людям что происходит на линиях оккупации комментарии стали делаться сейчас вот эта инициатива пока там что-то происходит что-то интересное происходит и в принципе начиная с марта я бы сказал что много чего интересного происходит грузинской политики как с точки зрения внутренних процессов так с точки зрения сотрудничества с международным сообществом ну вот результаты карта это важно потому что когда у кого-то там вот эти карты без оккупированных территорий это естественно нарушение суверенитета грузии нарушение территориально то есть попытка вмешаться в какие-то реальные вопросы это очень плохо то что это будет наказываться можно только приветствовать сейчас мы можем напомнить что сегодня в связи с этой же темой раз мы ее продолжаем по поводу оккупированных территорий сегодня госсекретарь помпео выступая по поводу разрыва соглашения с российской федерации о свободном небе открытом небе это такое соглашение которое есть у разных стран между собой то что они могут там свободно патрулировать на самолетах высказался и про грузию сказав о том что один из пунктов почему сша не может больше продолжать быть вас россии в рамках этого соглашения работать является то что россия выступает против того чтобы американские самолеты патрулировали линии оккупации и оккупированные территории тем самым естественно кремль пытается показать что это суверенное государство что это конечно же не так суверенное государство где рубли российские пенсии все граждане россии и так далее и фейсбэшники тоже российские вот но это очень интересный такой кейс потому что заявление госсекретаря уровень очень большой и такие заявления всегда очень четко выверены каждое слово если там упоминается грузия надо смотреть почему в какой момент что сейчас происходит между сша и грузией зачем делается какое заявление очень коротко двух словах напомню что десятки уже писем начиная с декабря месяцев конгрессменов и сенаторов сша были направлены грузинскому правительству связи с различными отступлениями от стандартов демократии скажем так я не буду вдаваться подробности то есть и последнее письмо которое да было связано там с лоббистскими некоторыми интересами для тех кто понимает но это имеет большого значения было адресовано конгрессменами и сенаторами лично госсекретарю помпео с просьбой рекомендации провести брифинг по ситуации в грузии не буду продолжать удаляться так сказать детали но смысл в том что когда ровно через неделю день в день после такого письма обошедшего все международные средства массовой информации на имя госсекретаря помпео он выступает в продвусторонние отношения с россией упоминает там и грузию в том числе на таком фоне это что-то значит делайте выводы со вот просто это важно понимать что каждое слово имеет свою цену и свою направленность вот это хорошая история и ты сегодня еще говорил про другую тоже интересно новость связанную с сша про образовательную систему если можешь расскажи что там за история почему и так заинтересовали сосиски сами да ну на самом деле история совершенно нормальный опять как это было не знаю сейчас очень часто до лабораторию лукора про которую не знаю уже говорили говори много-много-много-много-много сейчас не знаю опять раз что ты это делала лабораторию нашли новую лабораторию фактически информационная новость в случае звучит так соединенные штаты намерены посодействовать профессиональному развитию это нормально да как звучит наверное посодействует профессиональному развитию грузинских преподавателей в области сми из государственных и частных высших учебных заведений на их обучение госдепартамент сша планирует выделить до 250 тысяч долларов в чем это выглядит что будут подаваться соответственно грузинские преподаватели профессора даже либо редакторы изданий на проект ехать лететь до сша проходить там стажировки смотреть как работают крупные сми обычная нормальная совершенно практика до соответственно в россии это подает новость как американцы будут готовить фактически своих не знаю там адептов в грузии не что много заголовков вышло сегодня на эту тему ну даже не знаю какие-то канал 360 подмосковье да в этом написал ну даже понятно да нет но это интересно во первых это сказать такие программы у америке с грузией есть уже 150 лет и ничего нового в этом нет 200 тысяч долларов немного очень хорошо слава богу пусть будет обмен опытом пусть ездят но программа я не помню как она точно называет открытый мир есть например да да конкретно двусторонняя с грузией у посольств сша есть уже по моему лет десять и каждый год и журналисты и там молодые лидеры и политики кто хочешь ездят по обмену в америку учиться там занимаются встречаются сразу разного рода когда пенен мейками лидерами общественного мнения и этот нормальная практика я уверен что она есть с россии если сейчас не запрещено я не знаю вот поэтому тут как раз как обычно раздули из ничего примерно также как с лаборатории но там хоть есть лаборатория тут нет ничего люди катаются учиться и что-то то другое интересное я бы советовал российским заголовком российским средством массовой информации пропагандистским естественно взять другую новость семь с половиной миллионов долларов это программа юсиди которая запускается в грузии на борьбу с пропагандой и дезинформацией и вот это уже серьезные цифры это уже серьезные ресурсы это серьезное понимание что такое дезинформация пропаганда в грузии регионе посоветском пространстве не имеет значения как она влияет на людей как она вносит паники какие-то страхи или даже не осознанный не основанный на знании выбор любой в рамках избирательных кампаний или выбор там куда пойти или выбор направлении страны к этому относятся очень серьезно и вот такие большие средства выделяются на поддержку независимой скажем так журналистики изучение пропаганды изучение предложения мер противодействия это публичная информация поэтому это не проблема просто это он гораздо интереснее для пропагандистских ресурсов чтобы ударить в очередной раз какими-нибудь фейками чем 200 тысяч долларов на образование который выделяется соединенными штатами но тут можно сказать просто одно в так сказать поставить все в линейку в январе есть я не ошибаюсь у нас приехала до госпожа посол новая госпожа келли дэгнан раньше пошла год не было в грузии по определенным причинам с момента приезда посла я не говорю что это из-за приезда посла это ряд событий это приезд посла это постоянное внимание грузии конгрессменов сенаторов это выделение новых разных абсолютно по разным направлениям грантовых программ на грузию это упоминание госскактарем сша то есть суть очень проста соединенные штаты которых до этого была в первую очередь политиками и вообще приоритете совершенно другие вещи вспомнили про грузию они раньше помнили помогали выделяли поддержку но вспомнили иначе вспомнили в том числе и политически очень активно и явно забывать не собираются это что посол сша лично вместе с послом евросоюза в грузии послом германии других стран участвовать переговорном формате между грузинской оппозиции властью да это все сигналы о том что европа америка стратегические партнеры грузии которые 2008 году защищали потом поддерживали страну до этого после этого они очень внимательно следят за происходящим грузии это тот самый как это противовес который очень важен для постсоветских стран где лидеры разные бывают не готовы и самостоятельно часто не готовы я не говорю сейчас про конкретную грузинскую власть любые постсоветские лидеры не готовы на основе демократии каких-то ценностей нормальных вести политическую ситуацию вот поэтому мне очень нравится что так происходит что вот такое сотрудничество партнерство выливается в том числе и в ответственность властей перед своими большими партнерами но здесь на самом деле можно только согласиться сейчас я смотрю опять же немножко может быть бытовой точки зрения эти переговоры которые сейчас проходят со странами даст здесь закрытием границ для того чтобы они открылись в общем-то страны балтии опять израиль австрии и так далее в общем-то даже италия ну насколько я смотрю реагирует очень положительный опыт грузии всем в общем-то при борьбе с коронавирусом отмечается не знаю заран на кого это вообще какая-то идет ну честно говоря это позитивная история мне кажется по сравнению может быть с концом прошлого года когда здесь в общем-то было все в опасности казалось да но ты знаешь если можно так про политическую повестку грузии почему-то ушли я тогда дополню когда был август 2019 года после довольно известных шумных протестов несколько месяцев продолжавшихся в грузии когда требовали отставки на тот момент министр мвд а ныне премьер-министр георгия гахария мы как раз говорили и я с тобой наверное тоже о том что у грузии есть два пути один путь это гахария становится премьер-министром и ведет очень хорошую политику такую вот с партнерами демократия развитие ну четко порядок он очень хороший менеджер и 2020 году в октябре после года вот таких прекрасных событий правительство и партия грузинская мечта правящая приходят на выборы с прекрасными цифрами международной поддержкой там и так далее и был второй вариант что будет гораздо хуже всех будут опять продолжать разгонять мирные митинги как это было 20 июня а напомню это принципиально что 20 июня был разгон мирного бить потому что тысячи людей никому не мешали разгоняли их всех они только маленькую группу там где-то у входа в парламент это просто для тех кто знает о чем речь и сейчас могли возмутиться слову мир вот и так к сожалению получилось то есть первые полгода мы провели под эгидой разгонов митинги протесты все плохо америка с европой ругаются все ругаются неприятно но сейчас вот как началась во-первых после известного нового формата переговоров между властью и оппозицию проходившего резиденции посла соединенных штатов 8 марта если я не ошибаюсь и и после особенно вот этой борьбы с пандемией мне такое ощущение что позиции гахарии по разным причинам пример министра усилились и он сейчас не является какой-то я не марионеткой или что вот не имеет реальной власти по моему он ее имеет и по моему он будет ее иметь как минимум до выборов октября двадцатого года это неплохо потому что ну какой-то порядок и в этом порядке если мы дойдем до выборов нормально и если эти выборы пройдут нормально они как президентские то это будет уже правильное направление страны и очень хорошо можно только сказать что прекрасно да ну извини что я тебя увел в грузинскую политику да на самом деле действительно в грузии все-таки ситуация гораздо приятнее чем в россии в россии сейчас мы это говорим наверное шпитом происходит полный бардак и несмотря на то что вроде бы становится чуть-чуть полегче в подмосковье отменяются правые пропуска например завтрашнего дня есть какие-то подвижки да там путина одновременно да это произошло путин объявил о стабилизации ситуации с ковид-19 в россии а голикова предупредила об увеличении смертности то есть на самом деле это вот знаете но это логия да ситуация стабили ну да если посмотреть ну ты вспомни знаменитое обращение вадим владимирович где он в одном и том же обращение говорит все идут на работу но не идут никуда мы должны сидеть дома но мы не вводим карантин а вы сами сидите ну и так далее да к сожалению ситуация не очень хорошая очень большой процент зараженных в мире российская часть процент смертности очень интересный потому что он какой-то абсолютно минимальный и уже вышло очень много статей материалов исследований расследований на тему того что этот процент сильно занижен по моей версии там дело даже не в том что они как-то его искусственно занижают ну собственно это можно даже даже искусственно занижают на самом деле сегодня компания инвитро и кто-то может быть знает и такая крупная компания занимается лабораторными исследованиями анализами они сказали что за последние несколько дней провели 40 тысяч тестов и 14 процентов показали положительную реакцию на к вид 19 ну то есть это очень много достаточно да если протестировать миллионы человек что там будет конечно тоже хорошо но в плане в плане смертности вот то что обсуждается первая история по смертности которая идет начинающую с итальянской когда там были огромные цифры все были в ужасе а в россии наоборот очень маленькая заключается в том что основная понятно что можно искусственно можно врать можно пропаганду но основная это то что они не пишут смерти от короны вируса люди а которых любое другое заболевание и они умерли в результате осложнений от корона вируса да то есть например у тебя сердцем или чем-то проблемы коронавирус ударил по этой проблеме ты кто-то умер не дай бог они напишут тот диагноз они короны вирус и конечно в такой ситуации цифра смертности будет очень маленькая но не совсем конечно правильная практика потому что реальную смертность показать и проверить нельзя такие данные очень важны да я на секундочку кстати говоря перепрыгну назад вернусь в грузию сейчас 70 процентов случаев закрыты то есть выздоровели уже 70 процентов это очень хороший показатель в россии он гораздо гораздо ниже и действительно очень много знакомых очень много друзей я смотрю фейсбуке в ленте у меня постоянно информация о том что кто-то из друзей заболел либо из его родственников здесь не знаю системности стоит говорить что ее нет я думаю что мы это такая смешная фраза мы все самые везучие люди на планете потому что я считаю что мне безумно повезло пандемию корона вируса находиться именно в грузии да потому что по большому счету мы ни с какими серьезными ограничениями вообще не столкнулись никаких пропусков ничего днем гуляли весь карантин ходили в кафе брали там кофе что хочешь единственная серьезная проблема но это во всем мире это экономическая проблема естественно будут вызовы связи с этим люди потеряли работы люди не могут ездить на работы и вот это как раз правительству гахарии придется очень быстро как-то исправлять потому что если они хотят в октябре чего-то выиграть то бедность в связи с особенно после пандемии усилившиеся скажем так это главный вызов который перед ними стоит никакие не демократические ценности а прокормить семью посмотрим интересно да на самом деле как мы уже говорили в начале сейчас одно из главных там не знаю просьб или комментариев это когда в грузе вернут общественный транспорт и к в общем то когда экономика сможет жить нормально знаю начать восстанавливаться но будем я думаю что следить за этой ситуацией в грузии в россии в европе и в мире события происходят не знаю каждый день достаточно их много так что обязательно будем рассказывать выходить в эфир каждую пятницу в это время будем рады вас видеть спасибо большое спасибо спасибо тебе тоже всего доброго до свидания спасибо